Субтитры делал DimaTorzok Которые, я думаю, где-то здесь можно приобрести Было бы глупо, если бы их нельзя было Я еще видел, тут их где-то Может их где-то там на альянсовском шопе Официально можно приобрести В общем, в любом случае Пикабаны у нас пошли Первый бан Тинкер Как просто решается проблема Да, проблема с Тинкером решается моментально Есть проблема, нет проблем Я писал только-только в Твиттере Бан Тинкера, тут сразу 100% Да, одну минуту назад, ну и действительно мы видим, что Тинкер улетает нас в бан Бэтрайдера забанили Фнатики Ну, как мы уже обсуждали Мипо банить, я думаю, не будут Ну, это будет слишком Это типа перебор, да Но, увидим ли мы Мипо в пике Вот в чем дело То есть банить его, да, особо резона нету Но увидим ли мы его в пике Тем более, что Best of 3 Можно и побаловаться немного А если заедет, то будет вообще идеально Ну, как бы Может быть, у Excalibur еще есть какие-то герои секретные Кто его знает Может, мы еще не обо всем знаем Может, он умеет играть, не знаю, на кэри На Мага Сирене в Миде какой-нибудь На Мага Сирене в Миде, да Почему бы и нет Или на Кэри Баратруме Кстати, отлично Лучше всех контролей, да Кэри Баратрум Или Спорт Баратрум Кэри Баратрум это вообще сильная штука Не надо подшучивать над Кэри Баратрумом Да никто же не шутит Я на полном серьезе вообще говорю То, что надо Ну, что же Второй банк Фнатик нас сейчас ждет Посмотрим, что это будет И это Тренд Протектор Неудивительно, опять-таки Что Тренд Протектор Он слетает в бан Так, да Я тут просто немножко наткнулся Немножко офф-топика По поводу типа сайтов Вот этих, знаешь, которые Типа тоже официальные магазины Типа Стима Но называются не Стимы В которых тоже там куча распродаж Предзаказы Недавно где-то был пост Что один из таких именно сайтов Уже крупных магазинов Собираются прикрыть Потому что они воруют Ну, типа ворованными ключами торгуют Лол, это какой? Я не помню точно, как он называется Но вот один из таких, которые Типа небольшие Которые только сейчас разбираются Ребят, я не понимаю Я не понимаю людей, которые покупают Ну, не, понимаешь Он типа красиво оформленный То есть все выглядит очень круто Официально там Ну, именно хороший такой толковый сайт Но при этом, да Там цены там в два-три раза меньше Короче, где можно покупать? Рекомендации Стим Google Games Ну, GOG.com Дальше Просто на платеру вы заходите Смотрите, если у продавца Больше ста продаж Нет, так дело в том, что там тоже Ключи, они типа Заработаны не самыми легальными методами Вот эти все ключи То есть они где-то там Намутились Да, намученные Что-то типа того То есть там Недавно Какой-то компанией был конфликт Когда Позабирали все ключи То ли грид какой-то Ну, что-то такое было Что-то в этом духе Когда они просто изъяли всю партию игр И просто залочили Поэтому мораль этой басни какова? Покупайте игры в стиме Да В принципе Да, несите деньги гейбру Я тоже на платеру покупал несколько игр Но покупая такие игры Те, которые в стиме по 49-99 На свой страх и риск, как говорится Да Потому что могут В один прекрасный момент Они могут пропасть Хотя у меня таких еще инцидентов не было Но всякое бывает Да Ну что, Doom от Альянс Ждем второй пик Doom, после которого берется Брюмастер Который как бы сразу говорит Вот я, вот на меня Вот на меня, пожалуйста, да А на остальных лучше, наверное, не нужно Ну и Висп у Фнатиков Под Виспа сейчас Будут банить, наверное, героев Альянса Потому что сейчас начнется вторая стадия банов И скорее всего забанят Кини Я почему-то более чем в этом уверен И кого тогда, кроме Тини Будут брать Фнатики К себе под Виспа Ну, вообще, да У нас, кстати Ну, понятное дело, что нету Эры Поэтому на Тини надо играть кому-то другому Ну, в любом случае разберутся Фнать, мы тоже говорили, что Висп и Тини Очень тяжелая связка Когда их брали Нави Неделю назад Что вот они никогда не играли на Тини с Виспом Бла-бла-бла Но хвост взял Виспа и пошел Шедов Демон От ЕГМа Мы видим 40% венрейт Собственно, что в демоне на этом герое имеется Неплохо Ну и 50% венрейт ваке То есть оба саппорта, в принципе, играют на этом герое Сильно? Подсказали, что это был Дёрд третий Который изъяли Ну, типа, обнулили все ключи Понял, ну, может быть Да, ну ладно В общем, переходим к игре Брутальный лодо Да, брутально настроенный такой лодо У нас тут рядом на сцене со Старкрафтом происходит какая-то вакханалия Но это писать словами нельзя Какие-то ролики с Ютуба трэшовые крутят Просто мясные На большом экране Лучше вам этого не видеть Кстати, смотри, какая камера прикольная в трансляции Вот Фнадьки сверху нам их показывают с крана Прям над головой летает Да, ну и вот он, Хани Кай готов разрывать Я смотрю, тут, блин, все так настроены люто У них какие-то взгляды Огромнейшие деньги, просто огромнейшие деньги Как бы призовой фонд То есть первое место 75 тысяч долларов Даже больше, по-моему И есть за что бороться Ну, так-то да Так-то есть за что бороться Ну, понятное дело, это не интернешнл Но на интернешнл это и выиграть посложнее, скажем так Согласен, абсолютно с вами согласен А тут есть реальный шанс заработать деньжат Причем приличное количество этих самых деньжат Ну, где там Пойду я искать На Сайбергматовском сайте Кстати, только что подходил Сайбергмат Переживает он очень На доту ему пофиг Англия сегодня с Италией играет в футбол в 12 ночи И он же англичанин И он очень переживает И это борода Первое место 72 тысячи долларов Да, много, много Ну да, с половиной Нам показывает фанатов И нам показывает Вообще картинку с места проведения событий Как вы прекрасно видите Да, людей Люди приходят, уходят Вот там вот за За вот этим полотнищем Сцена Старкрафта Видите, она пустая И вот если еще чуть-чуть камера отъедет Там вот сидим слева мы Подальше, подальше от звуковых колонок Чтобы они нас сильно не глушили Но в любом случае Немножечко звука может быть сюда залетает Вы уж не обращайте внимания Это у нас На сцене Старкрафта Какой-то трэш происходит Продолжаем смотреть на фанатов Пока идет пик, кстати Мипа в бане Мипа таки в бане И мы в клеточку Та-та-ра-та-та Ну ладно Как это без сетки пика вообще Да, ну вот слушай Мипера все-таки забанили И вот теперь мы действительно увидим На чем у нас Экскалибур Еще умеет катать И точнее сможет ли он на этом Чем-то хорошо катать Посмотрим Главный вопрос Ну и Шадоу Демон Под Шадоу Демона Под Му уже забанили Что еще можно взять Такого интересного под Шадоу Демона Кунка Кунка? Возможно Лишрак? Возможно Ну пока это самые очевидные Наверное Несколько пиков Играли ли Альянсы Кункой в миде? Я вот не могу припомнить Ну скажем Согласятся ли они Попробовать То что делают ДК уже на регулярной основе С постоянными Пикабанами этих Кунок Дизраптор появляется У Фнатиков Вот так вот любопытно Ну в первую очередь он появляется Потому что не хотят Фнатики Чтобы он появился у Альянс Ну это Плохая тактика Как по мне Потому что лучше брать героев Которые офигенно подходят вам Чем забирать героев Которые хорошо подходят Противнику В некоторых ситуациях Естественно Это правило Не ну может Дизраптор тоже подходит Ну вот сейчас и посмотрим Да Что там Какой вообще общий план у Фнатиков Потому что у нас еще Дарксир не в пуле И брюмастер может пойти в мид Дарксир например в сложную И потом там стяжка Кинетик фил Статик шторм Нам показывают сейчас Винрейт И мы видим что Висп Брюмастер Винрейт Ужасный просто На всех героях Кроме Дизраптор Брюмастер Винрейт ужасный Да Ну и третий пик От The Alliance Практически полностью Вывезли они Бонус тайм Так Ну и Лич Вот это вот интересно Вот это вот сразу Очень интересно Постоянно мне вспоминается Эта фраза Которая говорит Лич Лич is gonna have your mana Только Зачастую Последнее слово Меняют на мама Лич is gonna have your mama Да Да То что надо Как раз для наших дотеров Ну конечно Так Ну и Фнатики Спасибо Большое за то Что у меня Заапдейтился Софтвер Я очень признанен Макафи Макафи антивирус Да слушай Ну Тинни не забанил Там 100% винрейт У этой связки 100% винрейт У Лича вообще Бай и Адмирал Бульдог Ну а тут Тинни Фнатик Я не понимаю Может они решили Что нет эры и все Можно Тинни не банить Ну сейчас и посмотрим Насколько будут хороши Эти ребята Ну вот он показывает Что Хани Тоже неплох Ну как неплох Просто каким-то чудом У него 44 ласт хита Это суппорт Тинни Или что это Это как это вообще Я же вижу Это какой-то суппорт Тинни Походу Видим что Тинни Был пикнут 143 раза И из них 94 раза Это было с виспом Понятное дело Что намного больше Чем 50% Так ну и Кентавр Кентавру Альянс А вот теперь вопрос Что с Личом делать Ну в смысле Это Таблав сложный Он может совершенно Спокойно стоять Да может То есть Лич стоит Кушает крибочков Параллельно делает Какие-то отводы На Эйншентах А ну хотя Они за Радиантов Играют Ну с другой стороны В любом случае Он может делать Отводы на Эйншентов Он там через Обрыв стреляет И все у него ок Ну и пятый бан Зи Альянс Что это будет Так у нас тут Зеленый человек Ходит по залу Ну что за зеленый человек А он Видишь пошел А да Это типа как Энигма Только зеленый Да полностью зеленый Его на зеленке Не видно Когда фоткают Его просто нету Нормально То что надо Ну что же Минус Дарксир Вот тот самый герой Про которого я вспоминал Во время предыдущего Предыдущей серии драфтов Ну мы ждем Пятый бан Фнатиков Ну что Фнатики Давайте Давайте Нужен герой Я так понимаю В мид Потому что Брюмастер Трикси Это скорее всего Опять таки Или же Нужен герой Для Трикси И в мид Пойдет У нас Экскалибур На Брю Это тоже Опция И может быть Он и умеет играть Не ну в мид Может отправиться У нас Тини С Виспом Да там Брюмастер сложный И сейчас какого-то Вообще керри доберут Ну Возможно Сейчас посмотрим Там какой-нибудь Ханни Например на Тини Вместе с Нотейлом на Виспе Не Ханни на Тини Нотейлом на Виспе Это по-моему 100% Вряд ли это будет Экскалибур Играть на Тини Не ну так я говорю Что они типа В мид тогда Изи А ну да 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 Ты прав И там в принципе Кто им сможет Оказать достойное сопротивление Ну мало таких героев Сейчас есть у Альянс Ну же ну же 10 секунд Остается Офлай Это Skyrass Mage Опять Skyrass Mage И опять это будет Skyrass Mage Легкая Да Но если вот Тини с Виспом Идут в мид То да Skyrass Mage легкая На этот раз Дисраптором И не с визажом И в сложную Опять пойдет Брюмастер Ну и на этот раз Нету таких вот Убиваторских товарищей Которые смогут Спокойно убивать Skyrass Mage И Дисраптора Типа Кентавр Они по идее Должны неплохо гонять Но посмотрим Ну что Пятый пик Альянс Альянс Нужно что-то Придумывать Что-то очень четкое Пугна Пугна Пацаны Пугна Я уже перепугал На кой путь она тут должна вообще Варты все поумирали Давай Бери Пугну А где инвокер вообще Кто мне может сказать Это Разор Это Разор Зачем Это интересно И на Разоре Будет играть ТС-4 в миде И Лода на Кентавре Ну что Короче 1-0 Фнатики Поехали Ну В матче Альянс ЕГЭ Мы похоронили Альянс вообще Сходу по пику Сказали все Ну они там все делали Очень правильно И там ЕГЭ Ошибались Так что тут Ничего не скажешь Тут возможно Тоже будет нечто подобное И кстати Обратив внимание Что тут понапитивали Вообще Эти пацаны Ну я не знаю Скорее всего Они сейчас будут меняться Как-то местами Или же нет Или же Да будут Ну там Fly Наверное Ну мы понимаем Что да Что не будет играть На Дизрапторе У нас товарищ Хани А вдруг это Керри Дизраптор Керри Дизраптор Бай Хани Новая мета От команды Фнатик Войнот Потому что Это тупо Блин Такой ты взял Мне всю малину Не ну В принципе Это возможно Мы понимаем Что каждый герой В доте Теоретически Может быть Керри героем Ну то есть Может играть Может привести Очень важные Какие-то моменты Но Дизраптора В роли Тащуна Скажем так Я себе Почему-то не представляю Ну походу Хани представляет Потому что Они пока не меняются Да ладно Что серьезно Да серьезно Все они разбежались Это действительно Фармящий Дизраптор Ребята Лол Лил Или может быть Это фейк Короче смотри Все думают Что Хани должен фармить Хани убивают Потому что он типа Керри Дизраптор А фармить все это время А флай А? Профит? Не, но А нуль талисман Тогда зачем? Всего для отвода глаз Все для отвода глаз Возможно Возможно Так, ладно Посмотрим Чему все это у нас приведет Да, экскалибур найти не Но вот сейчас Действительно Интересно Будет посмотреть На Тимплей Вот этих ребят Тут у нас сразу же Спалили Где находятся Обс Команды Фнатик И есть ли там Сентрюлик Ну даже если нет Скоро принесут И разобьют Пока нету Если нужна Если есть надобность Хотя вот сейчас мы видим Да, еду Центрики сейчас уже В курице А кто купил? С4 купил себе С4 купил Сам Единолично Не, ну логично Он нам оставил Сразу денежек Немножечко И мы видим Что варды эти Ему действительно Здесь пригодятся Потому что надо разбить Обс вард И Баблище Зарабатывает у нас Товарищ Акки Баблище Прямо Прямо Баблище По деньгам Впереди ребята Из Альянс По экспе в нулях Все ровненько А по деньгам А вот по деньгам Да, доминация Сразу же Да, уже доминирует Ну и вот Ханя Забирает руну Инвиза Отправляется на топ Там уже Флай Видели это ребята Из Альянса И они Понимают С чем им придется Иметь дело Окей Фармящий Дисраптор Это я так понимаю Замакшенный Глимс И выход В Аганим Быстрый Правильно Ну вариант Такой Других вариантов Я тоже В принципе Не вижу Ну Другие варианты Они возможны Но они будут Скажем так Неправильным решением Скорее всего Не, ну В зависимости от того Как это использовать Если это использовать В стандартном виде Как мы привыкли Это видеть То скорее всего Да Без Там Замакшенного Глимса И Естественно Без Аганима Дисраптор Тут будет не так Визабелен Ну и снизу Мы не забываем Что Трикси Здесь придется стоять Против ЕГМа С Кентавром И в принципе Далеко ему нельзя Забегать Потому что Возможно Возможно Попытка убийства И попытки убийства Будут И это факт Адмирал Бульдог Против Хани Хани мы едем Тандерстрайк На первом левеле Чтобы Бульдога Харасить Ну абсолютно верное решение Зачем Глимс На первом левеле Ну и посмотрим Очень-очень Интересное решение От Фнатиков Мы понимаем Что в отличие от Альянс У них не было Ни буткемпа Ни возможности Тренироваться Потому что они Точно так же Как и мы Только-только Из Америки Чехлы бы Пособирать Успеть Не говоря уже о том Чтобы потренироваться Или на каком-то там Буткемпе собраться Ну да-да Сейчас у ребят Достаточно интенсивный График И очень сложно Выкладываться на все Сто процентов Был скандал Кентавр Ну просто поймали Брюмастера Через Дизрапшн То, о чем мы говорили И то, чего мы не увидели Да, естественно Забежал в EGM Спрятал Брю И Ачимент анлок Пропустить первый Ферзблат Первый Ферзблат Дримхака пропущен Так вот Фнатик с Альянсами Должны были играть В полуфинале Д2ЦЛ Но та игра была Со скандалом перенесена Там Марчелло Был недоволен В интернетах Очень сильно Так что так они Не сыграли Потому что не успели Там ребята прилететь Из Америки Скажем так Ну в любом случае Ну а что поделать Ну да Могли Самолеты поиграть Наверное Я не знаю Почему бы и нет Или прилетев Там Часового перелета Сразу Сразу Закатать Я думаю Это уже отличный вариант Или сколько там Я не помню Банка у Нотейла В миде появляется Кстати это очень неплохо И можно уже пытаться нападать Но пока Эксикалибур Особо Ни на кого не нападает Вот можно на Нет Нет Второй левел Не хочешь Хотя Ну вот Второй левел Наверное является Главной причиной Был бы хотя бы уровень 3 Скорее всего Тинни тогда бы И навалился На этого самого Разора Ну блин А навалиться там можно Там всего-то 500 кп Ну сейчас уже правда Снизу Трикси Пытается стопить его ЕГМ И это второй фраг для Альянс Вот Трикси Немножко беспечно здесь играет Связка-то Шаду Димон Кентавра Она работает Как и ранее Ну и там у нас Уже напали на Экскалибур Достаточно сильно Причем напали Да Просто ужасное начало Кстати для Фнатик У Нотейла Очень мало осталось Заряда в баночке Если говорить точнее То всего один Да и надо Быстренько где-то Бы ее наполнить То есть нужно отконтролить руну Потому что Экскалибур В миде просто С4 прогоняет Как только может У Тини 7 на 2 Крепстат В то время как у С4 16 на 5 Снизу у нас Лода У которого фраг ассист Имеет 16 на 8 Ну и в сложной Бульдог 3 левел То есть Альянсы Начинают очень хорошо По двум линиям И неплохо на линии 3 Да у них действительно Ой боже мой Очень не оглох Так вот У них действительно Все очень хорошо Складывается в начале Игры Но мы знаем Чем все может Обернуться в теории Хотя с другой стороны Какого-то Супер имбалансного Тинкера У Фнатиков Пока нет Есть Тинни Виз Тоже неприятные товарищи Мы знаем да Что эта парочка Может в принципе Переворачивать Но сделать это Не так уж и легко Обычно Так ну и как там дела Идут у Хани Вот у этого самого Фармящего Дизраптора На третьем месте Он по Крепстату Не слишком сильно Он отстает Хотя все-таки Немножко отставания есть И Адмирал Бульдог Адмирал Бульдог Стоит спокойно Что будет собирать Хай мне очень интересно Все-таки Какой будет Айтем билд у него Да и какой будет Билдорд Вот все интересно Собственно Как будет Ханя Здесь играть Потому что Ну лично Я в своей жизни Первый раз вижу Фармящего Дизраптора И Такие конечно Случаи довольно редкими Являются На профессиональной сцене По крайней мере Если мы берем Во внимание Тир 1 турниры То есть топовые турниры Возможно где-то там На Аматорке Я уже часто Посмотри в миде Ошибается Экскалибур Не попадает Эволэчем Правда тут подходит Рикси Есть Клэп Но надо просто убегать Потому что Нотейл мог бы тут Сейчас просто не выжить 5 хп осталось 5 дэмэджа осталось То есть у Экскалибура И понятное дело Что там Эспор уже нарезал Очень-очень больно Да Там по виспу Буквально еще один шлепок И все И шар бы тогда лопнул Ну вот оставили лоду Теперь одного В результате Трикси Не стал задерживаться На своем оффлейне Ушел Развязал руки Сейчас ЕГМ ЕГМ сейчас Начинает делать отводы И получать лишние опыты Денежки И Как там дела у лича Ну лич у нас Просто кушает крепочка Причем в приоритете Он кушает крепочков У него уже на 2 Вкачан Сакрфайс Да И все более-менее нормально Так Ну что же Трикси 0-2-0 Имеет Все у него Более-менее норм Но со сложной Он ушел Да Но он даже тапок На самом деле Не смог там нафармить Так что у него Действительно Некоторые проблемы есть Хотя бы взял левел Ну типа такое Не особо сильно нафидил Хотя подфидонил Самую малость Посмотрим Что будет делать лода Точнее Что он будет собирать Будет ли это Даггер Супербыстрый Либо он Поизощряется И какой-нибудь Мидос на кентаврии Соберет Тут нужен даггер Тут однозначно Нужен даггер Даггер Нужны врывы Быстрый 6 левел У него получилось взять То есть даггер Стампит И просто врываться Да Экскалибур в виде Нежели фраг Да Должны забирать сейчас И есть ласт хит Правда Экскалибур тоже Здесь должен погибать Да Не хватает у Ноутейла Хила Так Посмотри Тут нападает на Аки Ноутейл Ноутейла Заканчиваются Заряды в ботле Он просто воюет до конца Отлично все делает Ноутейл Флай Флай Спрятали флая Нету пока курса И флай Отстреливается ЕГМ Очень сильно получает Но от яда погибает Ну и 3-2 3-2 все-таки выигрывает Драку здесь ребята Из Альянса Ну такая была драка Довольно на соплях Скажем так До последнего Непонятно было В какую сторону Если бы у Ноутейла В той ситуации Были заряды в ботле Скорее всего Фнатики там бы вообще Салат выиграли Но бутылка была пустая Уже к тому моменту Или возможно Он просто прокликал Не вовремя Так что Его очень сильно Спасти он никак Не мог Ни экскалибур Ни себя Не получалось Не получалось У него никого подсевить Действительно То Фнатики В смысле Трикси И Ханни на топе Тут пока тоже Непонятно чем занимаются Ну Трикси сейчас Вышел на линию Получать экспух Ханни полетел У нас вниз И вот он Смоуганг Ханни и Флай Будут нападать на Лоду А как вы его Собираетесь убить? Я не знаю Чем они его Собираются убивать Потому что Вообще Глимс Генетик филд И штатик шторм Они его убивают Ну типа Да вот Начали его бить Хорошо Сейчас должен быть Глимс Глимс И убивают И нет Не убивают Лода успевает Отсюда убежать Хотя Тычка есть Последняя плюшка И это Минус Лод Почти шестой левел Сделал Флай И Ханни берет Седьмой левел Неплохо Тысяча голды У Ханни есть Аркан Тапки Там типа да Там у Лоды Очень хороший уровень Уже почти восьмой То есть за него Много экспу получил Товарищ Скайеврос Мейдж У него же шестой левел есть Ему осталось Нафармить Аркан Буцей Для того чтобы можно было Хотя бы ульту использовать Потому что Монопул сейчас там 600 А ульта стоит 350 По сути ты Если закидываешь ульту Ты потом не особо Полезен становишься Ну и атака у нас в миде На товарища С4 Ну и он погибает здесь Насыпает Подбрасывает ульта Гентавра Хотя Опит Ой проблема огромная Скалибур Он точно погибает И уноутейла тоже Ноутейл Дабл Эдж Минус висп И еще Чейн Фрост По Ханни Куда улетел Чейн Фрост Вот Ханни Урна Минус Да Вот она шикарная реакция От Альянс Казалось бы что ошибка От С4 Когда он уходит Зажимает себя в деревьях Но как оказалось Это была не ошибка Это был Гениальный байт От С4 Очередной гениальный байт От Капитана Команда Тактический маневр В результате Да у нас получился От Альянс Трикси в это время Формит там против Адмирал Бульдога И Нету пока еще У Трикси 6 уровня Так вот Лич с Чайником Лич очень рано Получил Чейн Фрост Там что Нападение на Бульдога Нету Нападения на Бульдога Пока нету Нечем там нападать Банально Слишком маленький уровень У Бримастера Для того чтобы Быковать В то же время У Бульдога уже появился Дум И мы можем ожидать В принципе его вылазки Сейчас куда-то В то же время У него есть 1300 голды 1200 голды И возможно Скорее всего Невозможно Так оно и будет Это тоже будет Даггер Или все-таки Будет он собирать Мекку Я думаю что все-таки Мидас скорее всего Может даже Мидас Первым артефактом Мидас Да Чтобы быстрее Типа лично берет Мекку Ну типа такого Что-то да Ну возможно Возможно и так Дисраптор минус EGM Сбивает ему стрик На топе Ну прилетает туда С4 Поздновато Ультимейт Тут же Атрикси Будет ли цеплять С4 Да Цепляет у нас Розора Начинает его бить Но рядом Бульдоги Надо наверное уйти Отсюда ребятами С Снатика Потому что Могут быть неприятности У них потом Да Забавный кстати момент То что Розор продолжает Высасывать демедж Действительно демедж его растет Когда разваливается Бримастер У Бримастера демедж Естественно перестает Вау Забираться Что там Снизу Снизу флай чуть в соло Не убил лоду Не хватило 90 демеджа А лода с даггера уходит Я не думал Что так легко это будет Но когда весь ультимейт Там Розору смотри В миде И С4 тут скорее всего Будут убивать Да пытаются его здесь забрать И на этих филд Но еще тычки не хватает И тычка залетает От виспа Начали по одному Вылавливать фнатики И вот так они конечно Могут очень серьезно Разогнаться Тот же Excalibur У которого было просто Провальное начало игры У которого за 10 минут ПТ и только-только Он нахаботил 7 левел За счет этого аутфрага Сейчас может Довольно много нафармить И наверное умирать здесь Не стоит Больше В миде На Excalibur Лода Проклятие Урна И минус Excalibur И опять-таки Где был NoTel NoTel был далеко Но он понимал Что если он сейчас Притянет с Тезером То скорее всего Его тоже убьют Но у него даже Спасать было нечем Опять же Где было зарядов В Ботле Ну и Лода его за это наказывает Да-да-да Минус NoTel Причем NoTel Прожал уже Блин Ботл И вообще так Вот игра Как-то Как-то глупо выглядит Тут я не знаю Как еще правильно сказать Ну типа много косяков И с одной И с другой стороны То одни куда-то вылезли По одному То вторые Куда-то вылезли Недооценка Мне кажется Сказывает Просто игровых ситуаций Небольшая недооценка Не то что в глобальном Смысле там Врага Ни за кого не принимают А просто В конкретном Игра в моменте Там кто-то вылез Там кто-то вылез Там забыли Что у Дизраптора Глимпс есть На топе Проблемы у Бульдога Втроем ее убил Да-да-да Лода прыгает Хорошо нападает На NoTel Минус NoTel Еще игра Невозможно получится Забрать Трикси Трикси тут находится Под Демоник Порджем Минус Трикси Ну Лоду точно Хани будет пытаться Еще догонять Я так думаю Хани Лода должен уже Бежать за ним Но не хотят особо Ну в любом случае Опять-таки Двоих забрали Разменяли на Флэмдума Ну короче Тут По всей карте Ясно Да Что происходит Происходит какой-то трэш Раскур откидывает Подальше Тинни Но все равно Продолжает Аки Отлично Аки просто царь Ну как же Он отблочил-то здесь Аки просто красава Да Не пустил 13-6 Что Блин Только что Хотел что-то сказать Забыл А Ну что Эта игра Больше похожа На какой-то Фестиваль ошибок Вот Кто больше Тот лучше Скажем так Кто меньше На ошибается Тот выиграет Ну в принципе В доте так всегда Кто меньше На ошибается Тот выиграет Просто не всегда У нас вообще Такое большое количество Фейлов На топе Егм Выживает Тут же Прыгает Лода Ну какой статик штурм Отличный Лода не успел Дать стомп И в результате Видим сейчас Только-только Он это успевает Сделать Забирает Флая Что у нас здесь Ну Ханни Пытается драться С Бульдогом А вот теперь Бежать Вот теперь бежать От Калибура Ссыпает он Бульдога Сейчас будет еще А нет Не будет Глимса Ничего не будет Короче Смотри Тут за Нутейлом По бегушке У нас Тут пока Экскалибура Бьют Где там Нутейл А вот он К репу Решил Все-таки Притянуться И уходит Так вот Я пока Не вижу Абсолютно Никакого Плюса Никакой пользы От фармящего Дисраптора Ее просто Нет Ну я тоже То есть Окей Есть Глимс 4 13-ая минута Окей Хорошо У Суппорт Был бы Тоже Глимс Но в 3 Приблизительно Nothing special Да Согласен Что ничего Супер серьезного Нам не может Этот Дисраптор Пока что Продемонстрировать Но у него Кстати там еще Неченьки имеют Экскалибура Здесь убивают Погибает Понятное дело Ноутейл Хотя нет Погоди Ноутейл его подхиливает Но не получается Не успевает Опять нету Зарядов в Ботли Ну вот просто Постоянно Ноутейл без зарядов Ботли Это даже Мне кажется Не то чтобы Его вина Фрост уходит по Трикси Трикси успевает Его перекинуть На крипов Но еще одну плюшку Он предварительно Получил Но и никто Не побежал Туда до конца Дожимать Егэм идет Один в атаку Егэм понимает Что там все битые Есть сюда уже Телепорт Прилетает Ноутейл Будет кого-то Выхиливать Выхиливает он Хани Да Альянцы решили Дальше не драться Сфор далеко Отсюда был Сфор был с ДД Если бы Сфор сюда прилетел Они бы здесь развалили Наверное всех Но Не захотел Да, смотри Егэма, кстати, нашли Егэм поставил Убьет Флайа Ну, Сайленс, правда Так, тут Флай Продолжает наваливать Есть еще тычечка И пришел сюда Экскалибр Хорошо, есть минус Ой-ё-ё Тут же такая пачка Крипов огромная Ты посмотри И знает Знает об этом Сейчас Альянсы Но не успеет И ничего сделать Хотя Не-не-не Вряд ли У них же нету Виспас-тени Ну, это да Экскалибур Эваленч насыпет Экскалибур не эра Скажем так Все-таки Вот не хватает Ему действительно практики Да Мы прекрасно знаем Что он Просто мастер игры На некоторых героях Так Ну и смотри У нас очередная встреча В этот раз нашли Хани Ну и это Кэрри Дизраптор был Это Кэрри Дизраптор Тот самый Кэрри Дизраптор У нас за 14 минут 26 фрагов Но Как бы это ни казалось странно Вот, например Игра Альянс ЕГЭ Где на этой минуте Было, по-моему Два фрага Мне Что-то поинтереснее Как-то было А тут какие-то драки Ни за что на самом деле Происходят Если в предыдущих На самом деле Даже обоих матчах Там Были сражения За вышки Там Я не знаю За Рошанов У нас там вроде Даже драк толком не было Потому что к этому моменту Уже все было понятно Ну так вот За какие-то Тактические моменты Но сейчас Что? Просто пошли Кого-то нашли За этого кого-то Кто-то вписался Бьют того, кто вписался За того тоже пришли Братюни Братюни нападают На Братюни Короче Начинается махач 5 на 5 Причем этот махач 5 на 5 Уже продолжается Несколько минут Да И все товара стоят Да И все товара стоят Вот в чем дело Причем тренд протектора Нет в этой игре Друзья Чтобы вы понимали То есть 26 фрагов Были сделаны А что толку Ну вот 6000 голды Преимущество Альянса И 8000 экспы У них преимущество Да То есть они За счет этих фрагов Набили себе неплохое Вот такое преимущество И Дела у них должны Пойти очень хорошо Сейчас Так Ну и что там У мистера Хани У мистера Хани Ничего не прибавляется Ну агодин должен появиться Через час Да Где-то так Хотя в курице До сих пор Ничего нету Нету там в курице Ничего Он очень много Наумирал в последнее время Ну как Очень много У него всего 2 смерти Просто 2 смерти были Вот подряд Практически И денег он лишился Серьезного количества денег Короче он лишился Ну Тейл поджидает Кого-то внизу Сейчас мигают на то Что там Адмирал Бульдог Может торчать В лесу Да вот он торчит Спалился И в пятером И в пятером Сюда просто Фнатьки на Бульдога И Альянс верят ли Отреагирует на это А что Альянс верят ли Отреагирует У них есть 5 ультов Если что Они могут и залететь При желании То есть будет Думу Земля пухом Покойся да Покойся с миром Товарищ Дум Да 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 Ну а если захотят Вписаться То под Чейнфростом Под Стампид Будет очень Неприятно Фнатикам драться Ой под Чейнфростом Да 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 Под Чейнфростом Что-то я завтыкал Под Стампидом Чейнфрост залетит Да 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 Будет очень больно Ну и смотри Забирают вышку на топе Сейчас Альянс При этом Фнатики Вообще ничего не делают Они продолжают Тусоваться Они сейчас очень много времени Протусовались Просто так Я имею ввиду Дайеров Да при том что Снизу просто Бульдог улетел на топ И его уже даже снизу нету Альянс забрали на топе Первый Тавр Первый Тавр в этой игре Ребят На 17-й минуте По-моему это слишком По-моему это Немножечко Но слишком Ну что же И Т2 Тавр на топе Будет сейчас пытаться Как-то Как-то запрессовать Альянс И не знаю Будет ли Альянс все окей Альянс прошли Смотрят первую вышку Никто не пришел Забирать А пойдемте-ка на вторую Наверное зайдем На вторую вышку Тоже никто пока не подходит И вышка продолжает проседать А что делают Надьки Флатики по большому счету Не делают ничего Снизу Тини забрал вышку То есть уже хоть что-то сделали Как бы да И понятное дело Что можно нападать И они с виспом прилетят Но не с чем Пока прилетать Тини Ему еще 1200 До Аганима И понятное дело Надо еще Немножечко времени Чтобы пофармить Да Ну отдавать такое Количество денег Шведам Тоже не слишком Разумный ход Потому что Ребятки-то могут И дальше пойти А дальше они пойдут Уже с более мощными Артефактами Чем у вас Вот например Там Форстав у Лича Шадоу Демон Там тоже сейчас Какой-нибудь Форстав Себе соберет Да У Дума Мы понимаем Что тут появился Даггер Дальше после Медаса Будут появляться Артефакты Все быстрее и быстрее Ну и тут будет Скоро опасно На карте Полностью сейчас Доминируют парни Из Альянс Я думаю Это понятно Три топ-нетворса У них Это Дум Разор И конечно же Лоуда у которого 7600 нетворса И появляется Пайп Да Что теперь с этим Пайпом-то делать Потому что И те ломать Таврат Магического дэмэджа У Фнатиков много Но вот учитывая Пайп Его становится Не так уж и много Да На Скай Расс Мейджа В принципе Уже По большому счету Еще Мека У Разора То есть там Пайп Мека Это 650 кп Кстати Скай Расс Мейдж Самый большой левел У Фнатиков на карте Имеет Если что Я же говорил Что это Тактика С афотом глаз Блин Как же ты прочитал-то На самом деле Получилось просто Криво Раскачать Хани А не круто Раскачать Скай Расс Мейджа В итоге Альянцы Действительно Начинают делать То о чем Мы только что Сказали То есть Включаешь Пайп Идешь Ломаешь вышку Уходишь И так Шесть раз Повторить Сболтать Не смешивать Ну вот у Хани Статистика 3-2-2 Сейчас Это ни на что Естественно Не намекает На Керри Дисрапторе Это намекает на то Играть еще одно Бест оф 3 Среди ночи То есть Скорее всего Так оно и есть Они просто Хотят помешать Мне сегодня В 12 ночи Посмотреть Англия Против Италии Вот прям Кстати-кстати Это мне кажется Более серьезная причина Да Да Вот Ну серьезно Англия и Италия В 12 ночи В час ночи По Киеву В два ночи По Москве Это я напоминаю Всем по привычке Уже когда мы говорим О чем-то Не пропустите Если вы вчера Пропустили Голландия Испания То мы вам очень сочувствуем Ребят Потому что это было То еще зрелище Которое Я думаю В следующих 4 года Будут помнить все Да и не только 4 года Что игра была Ух Огонь Ну действительно Было весело Так У нас к Excalibur Кажется Доезжает сейчас Оганим Да Так и есть Появляется у Тини Этот самый Посох Заветный Кстати С первым Левелом ульты Такой миленький Только что был С таким Тащит за собой Такую хрень Он снизу Так подхватывает На плечо Закидывает И так тащит Двумя руками Да Но вот сейчас Он уже такой Более брутальный Стал Уже в одной руке Он похож на этих типов Значит на Евроспорте Показывает на соревнованиях Силачей Они там тоже бревна Такие Ведут Альянс И точно так же По опыту То есть преимущество У ребят В принципе Довольно большое Они не спешат Они не хотят Где-то там Опять-таки Нарваться На какой-то камбэк В исполнении Тимфнатик Поэтому будут они Ждать Выжидать До последнего В стиле команды IG или ДК Когда ты заходишь На хайграунд И с одного удара Случайно убиваешь Вражеского керри Вот И ты тогда понимаешь А может на туре Может действительно И строение побить Ты такой два удара По бараку А он рассыпался Ты Неплохо Можно дальше продолжать Хорошо получается Да так мид Ой как хорошо Прыгает лота на двоих Поджигает Рикси Флайт Рикси Моментально Убивает их Альянсы Отличная игра От Джонатана Берга Ну и Т2Т А в это время Висп с Тинником Они даже помочь не могли Потому что у обоих Там по 150 хп Они Эншентов фармили В это время Так что Ну Атака была Очень круто Тайминговая Зато без повеска 100 Ну я поздравляю его С тем что у него есть хаста Ну мы наезжали Просто много на ноутейла Что у него постоянно Пусто в банке А зато у него есть Террида что в банке Хаста у него в банке Прям все очень хорошо Так что Норм В банке В трехлитровой Да в банке В трехлитровой Или в швейцарской банке В швейцарской трехлитровой банке В швейцарской трехлитровой банке 21 О боже 21.9 21 это минута у нас 19.9 Счет на 10 фрагов Уже оторвались Альянс Ну и В принципе опять-таки Там показывать какие-то графики Обсуждать В общем ситуацию Которая сейчас на карте Ну Нету особого смысла Потому что здесь Все понятно Альянс просто Дождутся момента Когда они соберут Нужные артефакты В частности Это БКБ у Бульдога Здесь мы видим Форстафы уже появились У Лоды Я даже не знаю Что у него там будет Тараска понятное дело Да там уже пофиг практически Что собирать Просто собираетесь Там В плотность В дэмэдж И продолжаете давить Потому что У фнатиков уже Не хватает урона Очень-очень сильно Ну Тини пока Плотность это такое Даже Ну хотя Погоди Ну Мека Пайп Окей Кентавр Жирный сам по себе Дум тоже жирный сам по себе Вот если еще Действительно БКБ появляется у Дума То ему вообще Абсолютно плевать На то что происходит В драке А там Керидизраптор И Разору тоже А там Керидизраптор 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 Которого кстати Совсем скоро У этого Керидизраптора Не появится Аганим Ничего не появится У него с такими темпами Мы понимаем По-моему на 12 минуте Ну типа того И сейчас у него По большому счету Не прибавилось Ничегошеньки Да Ну и вот он Тини Висп Который бегает Ты вообще релокейт Видел хотя бы один От Тини Виспа По-моему его вообще Не было ни разу сделано Вот и мне кажется Что его ни разу не было сделано Может разве что Куда-то пофармить там Ну так в том то и прикол Что и это На самом деле Не столько косяк Там от Тини Виспа Может быть порой А не вот сейчас Только мы вспомнили Про релокейт Но Бульдог сразу же понимает Что надо убегать в другую сторону И он убегает А тут Лич с Чейнфростом Сейчас так Ну вот он Форстаф отличный Против Флая Да-да-да Развернитесь вы на нотелу Убейте его А ну там просто Бремастерята бегут Поэтому Чейнфрост Может быть не слишком эффективен И все Улетает у нас Висп обратно Ну если бы У Лоды Было ТП с собой Да у него все равно На кулдауне И он бы сюда прилетел Я думаю там просто На развороте бы Альянсы убили бы всех Потому что Действительно оставался Висп Фактически на один Дэбл Эдж Мог бы Мог бы Лода Влететь туда Но мы видим Лода решил Ладно Давайте сначала Я соберу Тараску Как раз к тому моменту Появится БКБ У Адмирала Бульдога Уже есть Адмирала Бульдога БКБ Прошу прощения И можно в принципе Не хватает Какого-нибудь Блэкинг Бара Еще для Розора Например И все Что у Розора по деньгам А у Розора Кстати купил себе Огр Клаб То есть это будет БКБ Да И оно у него появится Очень-очень-очень-очень Да, там только до рецепта Немножко не хватает Так вот А что теперь С этим всем делать Фнатиком У Фнатика В теории Если Тинни будет 6-слотовый Шанс есть Шанс есть Да, но Это в теории Раз Во-вторых 6-слотовый Но у него пока Полтора слота Если что Да, да До 6-слотов Ему еще долго Очень фармить И по Нетворцу Он даже не особо-то и отстает Просто Слишком много денег Вообще У Альянса То есть у всех героев Если там только один Тинни Имеет бабло То у Альянс С деньгами все Даже у Лича 4,5 тысячи Нетворца Столько же Сколько у Керри Дизраптора И у Бримастера Слушай, Т3 без боя Просто отдали Фнатике А какой бой О каком бою Может быть речь Если сейчас Любой, кто подойдет Он сразу же умрет Есть ТП Есть ТП Так Влетает он На Лоду Лода дает стампит А почему убегает? Почему убегает? Почему оставили одного Сейчас здесь из Фор? Ну вот сейчас Не хватило Тимплея, по-моему Альянсов Там вот Дум Пройдет сейчас Классно на Нутейло Врывается Лода Есть фраг Есть Тетик Шторм Немножко поздновато Прыгает у нас Трикс И клепнул Отходит Бульдог Из Тетик Шторма Барак упал Икс Калибур В драку Бульдог БКБ Ну и все У Альянсов была цель Забрать линию Они эту цель Реализовали Фактически Да, просто отошли Они сейчас С таким же Примерным успехом Зайдут по другой стороне И еще и другую сторону Так заберут То есть у шведов Все очень просто Очень логично Главное не затягивать Чтобы у Тини Не появился вдруг шанс Да, ребят Мы опять-таки Приносим извинения За админов Которые забыли Поставить Бест Топ Три серию И напоминаем Что это Бест Топ Три серия Первая игра Да, это первая игра 21.9 Впереди Альянс То есть У нас в любом случае Будет вторая карта Возможно будет и третья Ну и напомним еще раз Что формат проведения таков Что первые два места С регулярного сезона Это Клауд Найн и Эмпайр Стартует уже завтра И в частности В первом раунде Клауд Найн сыграют С вторым местом Вот сегодняшнего раунда А Эмпайр сыграет С первым местом Сегодняшнего раунда То есть победитель Вот этой пары Будет играть завтра Против наших ребят Из Империи Да, но я думаю Эмпайр тогда должны Где-то сидеть сейчас В номере И смотреть Да, вот в том-то и фейл Эмпайр сейчас едут Эмпайр решили приехать Только завтра утром И это Потрясающее решение Это экономия Я так понимаю На чем-то На каком-то отеле Я не знаю Почему такое решение То есть экономия Сейчас я скажу Сколько есть Ничего Ну да 500 долларов сэкономили Пацаны Да нет Ну там даже меньше Каких 500 долларов Там по-моему даже Дримхаки сами оплачивают А там же за номер Там же за номер Короче я тогда не понимаю Короче 200 долларов Они сэкономили В лучшем случае Даже если они платят сами Они платят им Дримхак И в итоге они приедут Завтра уставшие с дороги Ну потому что У нас там на топе Пытались избить экскалибур В результате экскалибур Сам прыгнул Для того чтобы Поизбивать других людей Адмирал бульдог Забирает фаи И адмирала бульдога Тут никто сам не заберет А на топе Извис Пау бьют Просто одного Вот он у Тейл Прыгает и его срезают Так вот По поводу решения Менеджмента империи Мы наверное поговорим Уже завтра Когда они будут здесь Ну мне во-первых Очень интересно узнать Кто принимает такие решения Ну это очень глупо Это нереально глупо Вот например У нас есть яркий пример С теми же Нави КС и Хеллрайзер с КС Которые тоже играют завтра Как оказалось Нави тоже играют завтра Они обе приехали Еще вчера То есть И сегодня ребята здесь Смотрят как играют соперники Они отдыхают Они уже Не с дороги Они морально готовы К турниру Да То есть они действительно Более подготовленные Короче империя Еще очень-очень сырая команда В плане ланов Это первый выездной лан Для них по сути Не считая СВЦ На СВЦ у них не было соперников Там были только ЕГЭ Только ЕГЭ И то не в полном составе Да Типа того Так что Ну будем надеяться Никак это не отобразится Да На Shadow Demon купил Вейл оф Дискорд Вообще Куда катится этот мир Ну этот мир катится Катится к победе Альянс Да У нас сегодня Был уже и Фурион с Даггером И Shadow Demon с фейлом Мета Мета Интернационал скоро Да Так что не удивляйтесь Уважаемые Если Вы будете видеть какие-то чудо-моменты в пабах, да и не только. Ну что же, Т2 Tower. Т2 Tower у нас сейчас будет забираться на нижней линии. Это последняя внешняя вышка, которая осталась. Мальчики, напомню, убили только одну. По деньгам преимущество уже более 20 тысяч в Альянс по Экспириенсу. В 18 покупает такие Аганим Хани, но есть мнение мужик, что не поможет он уже. Что-то мне кажется, что он уже здесь действительно не поможет. Итак. Скалибур налетает на лоду. Лода уже с Тараской. Стан, Трикси ультует. Хороший ультимейт здесь. Один, второй на лоду. Просто все всыпали в лоду. И таки убили. И таки убили лоду. Это неплохо. Можно еще забирать ЕГМа. Да, но вот он ЕГМ. Он на форстафе отсюда улетает. Но лода выкопился, дал стампиды, все поубегали. Так, смотри, там сейчас набросились дальше на Адмирала Бульдога. Тут откидывает хороший очень стан. Вист летает на лоу хп, ловит левел дес. И полетел у нас чейнфрост. Правда, только в одного экскалибура. Все дальше чайник у нас не полетел. Но в любом случае минус два уже есть. Где лода? Лода еще сюда не добежал. Бежит он. Блинками. Своим пешком, да. Блинками пытается добраться как можно скорее. Не хотят упустить момент. Но вист, все равно будет через 20 секунд. Убили, да, 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 да. Браво. То есть двоих убили, все четко. Да, потеряли лоду. Лода сделал байбэк и так далее. Не, ну мне кажется, что тут альянцы сейчас могут перегореть немножко. Если очередная... Ой-ой-ой, ну экскалибр, ну зачем же ты потратил этот эвалэндж? Ну, боже мой. Ну и это минус экскалибр. Почти минус экскалибр. Хотя нет, это все-таки действительно минус экскалибр. Лопает тут под салкетчером шедоу демоновским. И вот мы видим, есть байбэк от виспай от экскалибра. Будем пытаться гнать бульдога, которого нету БКБ. Опять-таки на экскалибр прыжок. Лода вытанковывает и уходит отсюда Лода. Да-да-да, там также вытанковывает С4. И побежал на хайграунд просто бульдог. Так, экскалибр будет ли наваливать? Вообще еще хоть один удар сделал в этом матче с руки по вражескому герою? Кажется, нет. И он продолжает этого не делать. Это не самое лучшее решение. Ну и опять-таки мертвый у нас виспайбэк сделал 3x. И продолжает на хайграунде находиться альянсы. Не уходят они отсюда. Тавр, ну надо же, донеси Лода просто фуловый. Может еще танковать тут вечно? Да, ну скажу так, что экскалибр не самая уверенная от него игра. По крайней мере, это персонажи. Эваланчи постоянно там в одного в замесе. Это не эра. Да, и ударов с руки от него почти не видно. Он дал прокаст и бегает. Просто бегает, собирает лицом дамаг. Ну вот, сейчас он подходит. Ну и проблемы огромные здесь. Фнатика в хане зажали и убили. Экскалибр у нас в думе. Экскалибр тоже погибает. Ну один удар с руки он за два замеса дал. Вот как бы все. Типа нафига нужно гоним при таких раскладах, когда вообще непонятно. Бежит возле нас тут Бруно. Просто несется Бруно. Он был в зале. Он не ожидал, что игра так быстро закончится. Да, ну и я тогда тоже быстренько отсюда сваливаю. Уступаю вместо Ивану. И он сейчас устроит разбор полетов. Как он смотрел эту игру и что он думает про этот матч. Ваня, что ты думаешь про этот матч? Да, снова я возвращаюсь сюда. Ну, очень уверенная победа от Альянс. Как я и говорил, должен был быть забанен Тинкер. Он был забанен первым же баном. Во второй... Вторым улетел Ликантроп. Ну, Ликантроп не знаю. Я, в принципе, не видел от Фнатиков Ликантропа в последнее время. Ну, Фнатики продолжают экспериментировать. На этот раз Ханец играл на фармящем Дисрапторе. Но фармящим его было назвать сложно. Потому что где-то с десятой минуты, даже раньше, когда у него было там что-то на уровне 33-34 крипов, его загонгал товарищ Лода. И после этого он перестал фармить и начал умирать. Да, он начал умирать. Он перестал бить крипов в принципе. Но на самом деле Ханец, мы видим по статистике, что умер-то 4 раза всего меньше, чем вся его остальная команда. Но, так или иначе, этого, конечно, не тот герой, который должен был затащить игру. Скажи, ты до этого видел хотя бы один раз использование Дисраптора как майнкерри? Как майнкерри? Я видел его как мидера. Не, мидера, да. Мидер, да. А, подожди. Его показывали Na'Vi. Дэнди играл на Дисрапторе. Это было... Сто лет назад. Было сто лет. Действительно, сто лет назад. Я даже помню команду, против которой они играли. Это, по-моему, была команда не Empire, это были... Сейчас скажу, это были в Квантике, а то и Давай до свидания с Сайлентом. Габлак и Сайлент. Боже, это как давно-то было? Больше года назад, что ли? Перед интернетом в прошлом? Это может быть даже были Empire. Это может быть даже были не Квантики. А, это еще когда Фанник играл за Империю? Это когда Фанник играл за... Это вполне возможно было и тогда. Ну, если вы вспомните, напишите нам в Твиттер, что это был за матч. Опять-таки, плюшка тому, кто первый вспомнит, где Дэнди играл на Дизрапторе. Мы можем, в принципе, сами найти, но нам впадло. Да, да. Но это было очень давно. И, на самом деле, керри Дизраптор. Ну, понятен был план, быстрый аганим, хорошая инициация. Можно было поставить... Ну, есть главный керри, то есть Тинни с Виспом. Тинни с Виспом в Меду смотрятся лучше, чем Тинни с Виспом на легкой. Так что, в принципе, более-менее Дизраптор от Хани объясним, но реализация в итоге пошла не очень. Очень целых три ватных героя у ребят из Фнатик. Это Скайрат, это Дизраптор, это Висп, которых товарищ Кентавр под Солкетчером щелкает просто на раз-два. И Альянсы показали, действительно, хороший-хороший матч, все как нужно. Непривычно видеть лоду на Кентавре, а не на хардкерри. Но сыграл он классно. Сыграл он. Сыграл он просто супер, очень своевременный даггер. И что самое главное, я не помню, может, я комментировал, кто играл в легкую тоже Кентавру, который фармил быстрый даггер, а потом... Может быть, или Дан? Ничего не делал, может быть. Ничего не делал. Или Дан делал. То есть, как только ты покупаешь даггер, нет, это был не Лидан. У меня очень сильно тогда пригорало, я помню, что товарищ купил даггер, и еще минутки две после того, как он купил даггер, он стоял на легкой, потому что... Ну, никто же не трогает. Это же фарм. Давайте фармить дальше. Это же очень круто. Да, я что-то тоже припоминаю, как этот даггер выносится, и остается человек на линии. Не уверен, что это был тоже Кентавр, но, может быть, что-то похожее. Ошибкой. Так, конечно, делать нельзя. Ребят, мы тут в стриме рассказывали про то... Кстати, у нас идут сравнения пока с саппортом и всех героев. Мы говорили тут в стриме, что должны приехать завтра Empire. Это была ошибка, Empire уже приехали. И, да, где-то должен Ваня сейчас подойти. Ван Скор, он мне в Твиттере минуту назад написал, что не может нас найти. И пишет, что это был StarLadder третий сезон, против Empire это была игра. Да, вот как работает... Красавчик-то, а! В памяти мне. Вот видите, что... Молодой ты еще просто, Ваня, молодой. Не спился, не скурился еще, да. Наверное, я просто кроме Dota ничего не делаю, поэтому... Да, ну тогда ты хорошо... Не, ну у меня, например, просто, если все сезоны StarLadder вот вспомнить, у меня просто такая каша уже с этого количества матчей откомментирована, что, ну, не вспомнишь, кто, где, когда, с чем и куда. Мы возьмем сейчас паузу. Да, маленькую. Небольшую, я так понимаю. Пишет, что еще Na'Vi, Quantic, Grand Final, Game 4, The Defense. Второй раз это было. Да, мы возьмем сейчас маленькую паузу и вернемся уже на второй матч между Альянс и Fnatic. Я думаю, начнется он буквально через... Ну да, минут через пять он должен начаться. Все-таки перерыв небольшой. К тому же, Бруно и Тугут вместе находятся сейчас в студии. Так что... Не переживайте. Так, вот пришли, идите сюда. А то нам не верят, что там вот есть вход. Заходите сюда. Заходите. Никто покомментировать? Сейчас мы посадим кого-то. Мы сейчас вам покажем этих мубов. Вань, дай кому-то из них, Ваня, ранитуру. Сейчас Ваня освободит место второму. Ваня, садись, мы с тобой пообщаемся. Садись. Вот, вот пришли ребята к нам и так далее. Микрофона у нас на всех не хватает и так далее. Одевай наушники. А так вдвоем не поговорить. Не, вдвоем не поговорите, оно не будет залетать. Я целуюсь будет гореть. Тогда давай, давай, одевай. Здравствуйте. Здравствуй. Как настроение? Отличное. Ты же первый раз на Дримхаке. Да. И как тебе Дримхак? Ну, вот я был напомним на Gamescom. Вот примерно все то же самое. Какой-то склад, куча людей. Ну, выставка здоровенная. Ты же прошел по тем залам, где просто народ шпилит. Нет, ну, я так заглянул буквально на секунду. Ну, прикольно, да. Но там еще не воняет просто. Сегодня только первый день. Нет, нет, воняло уже. Сосисками такими же. Восемь часов назад открылся Дримхак. Это сейчас воняет едой и там пережаренным фастфудом. А вот когда на третий день будут вонять носками, потом, едой, ну, и мусором, это будет очень весело. А когда вы приехали? Ну, вот утром буквально. Сейчас только в отеле разместились и сразу сюда приехали. А, вы здесь в Велми живете, да? Сразу через дорогу? Нет, нет, нет. Где-то в городе? Мы машину сняли, такой минивенчик и 15 минут там ехать. Ну, полгода, в городе живете где-то туда? Нет, нет, рядом с городом. А, я понял. Хорошо. Ну, я думал, вы уже рядом живете, чтобы так далее далеко не ходить. А мы тут просто только что как раз с Каспером комментировали игру. И Stranger написал, что этот, что, типа, буткемп в Москве закончен, едем на DreamHack. Я такой, нифига себе. Ну, он написал это минут 10 назад. Ну, я такой, типа, так, подожди, что за фигня вообще? Но он по-английски написал, видимо, я неправильно понял. Мы такие, так, Empire приезжает только завтра перед играми. Что это за бред? И давай тут... Сразу самолет. Мы давай менеджмент Empire тут валить глуши, типа, ах, вот такие вот и так далее. У вас был буткемп или что? Ну, да, у нас был трех-четырехдневный буткемп, такой маленький, небольшой, в МКС, который вот открылась в Москве. Ну, я понял. И как? И как? С кем? С кем тренировались? С кем? Да много с кем играли. Ну, мне просто интересно, кто сейчас тренируется. Я просто знаю, что... Больше всего играли с Alliance, вот. Отренировали их, так сказать. Ну, я понял. Они там тоже говорили, что Fnatic тоже с ними пару раз сыграли и так далее. И что Alliance... Ну, как-то они слишком хорошо играют. Вы смотрели первые сегодняшние матчи против EG? Не, ну, мы только что приехали. Да, да. Но против EG там три фрага сделали EG за игру. Как бы... А на EG сколько? Ну, где-то 20 много, короче. 3-2-2. Короче, я тебе скажу так. EG снесли первый тавер на 34-й минуте, первый фраг сделали на 26-й. А ниже? EG, EG. То есть, Alliance просто их выносили вперед ногами, абсолютно без шанса. То есть, действительно, натренировали вы очень хорошо и так далее. План какой на турнир? Ну, план убивать всех, все, что движется, крипов, героев, туров. Тура не двигается, к сожалению. Этот школьник не боится, это же для него первый выездной лан. Какой ИС? Тут, если вы понимали, здесь у нас с Пакер и Резолюшн общаются. Ну, действительно, ну, не знаю, какой. Резолюшн, конечно. Пакер-то уже на Интернешнле был, он уже опытный. Да думаю, не боится. На самом деле, вот этот персонаж Резолюшн, он первый раз в Европе вообще. Он первый раз вообще куда-то за... А нет, в Россию только ездил из Украины, правильно? И в Минск. Минск. Ну, Минск, Москва, Киев. По-моему, серьезный треугольник такой, да. Еще Бермудский треугольник, да. Есть золотое кольцо России, а это дотерский треугольник. Не, ну нормально, и как ему Европа? Ну, вроде бы хорошо. Все время стебет наших Андрюш, что настоящие люди из Европы приехали, вежливо себя ведут, хорошо. Не мусорят, не курят на парковках, ой, на этих, на заправках. А эти и курят, и мусорят, и флэмят. А вы все, кстати, здесь или... Вот как раз вот эти два персонажа вышли покурить.